Работаю уже два дня и решил сегодня собрать пресс-конференцию, чтобы и самому восстановить всю информацию и поделиться с этими секциями о том, что мы уже сделали за эти практически полгода, какие у нас планы, какие объекты капитального строительства мы планируем начинать строить, как идут наши стройки, какая динамика, что мы сделаем с дорогами и так далее и тому подобное. В первую очередь я хотел бы, наверное, сказать о том, что завершился, скажем так, учебный год в наших дошкольных, школьных и других учреждениях, и сейчас, конечно, главное это ЕГЭ и все остальное, но тем не менее мы, как говорили, будем в этом году вкладывать очень много средств в ремонты школ, детских садов. Хочу подчеркнуть, что, наверное, в детские сады, даже немного больше, чем в школы, есть ряд вопросов, которые надо срочно решать. Это и ограждения, это и летние веранды, где еще мы не успели сделать, это замена оконных блоков, это ремонты туалетов детские, это ремонты кровель, которые мы уже наметили. Все работы уже запланированы, время у нас не очень много, поэтому это приоритетная работа сейчас. За летний период времени мы должны четко сработать и освоить 85 миллионов рублей во все вот эти мероприятия, которые я сегодня озвучил. Очень много будет сделано именно и по инженерным сетям, также улучшится и отопление на объектах. К сожалению, может быть, не везде мы успеем это сделать, но тем не менее. На детско-юношескую спортивную школу «Юность» мы сумели выделить в этом году и согласовали с депутатами более 9 миллионов рублей. Соответственно, учитывая то благоустройство, о котором я позже еще буду говорить, но то благоустройство, которое мы будем делать вокруг «Манежа», и вот в этом квартале во всем, учитывая вот эти все моменты, то есть у нас общая сумма получается более 15 миллионов рублей с учетом самого ремонта «Манежа» детской спортивной школы «Юность», где располагается благоустройство. И я надеюсь, мы где-то к концу сентября увидим достойный, хороший уже объект, который намерены и дальше реконструировать, потому что по фасаду «Манежа» это работы мы планируем проводить на следующий год. Так что вот сколько лет мы говорили, но все-таки добрались мы до этого объекта и начнем его вместе делать. Очень большая и обширная программа оздоровительная на летний период. Наши дети, мы сегодня информацию обсуждали на оперативке, наши дети будут в четыре смены в лагере «Бригантина». Мы, опять же, это не менее 350-400 детей оздоровиться у нас. У нас оздоровятся дети в других лагерях Ленинградской области в том числе, ну и в основном, конечно, это лагерь «Росонь», около двух тысяч детей. Мы планируем в этом году будут оздоровлены в летний период на пионерском лагере, как раньше говорили «Росонь». Так и хочется сказать «пионерский лагерь», почему не знаю. Также по финансам можно сказать, что у нас как никогда в этом году будет выделено 15 миллионов рублей на организацию летней оздоровительной программы для наших детишек. На базе школ также информация. На базе школ у нас будет работать 44 лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнут более тысячи детишек. С учетом того, что я вам говорил, дети будут оздоравливаться в других лагерях Ленинградской области и вообще по всем программам. Вот отдых будет организован у нас почти что в 8 тысяч детей. Такой беспрецедентной работы, в таком объеме, по крайней мере, нам не удавалось ни один год проводить. Были цифры тоже хорошие. 6 тысяч детей и под 7, но 8 тысяч – это очень хороший показатель, хороший результат. Это говорит о слаженной работе структурных подразделений администрации Кингисевского района и четкая слаженная работа с правительством Ленинградской области в части софинансирования многих мероприятий, о которых я сейчас говорил. И еще я дальше в информации буду возвращаться к какой-то степени к школам, к спортивным сооружениям. Поэтому вот именно ремонтные работы и оздоровление детишек – это наш приоритет, который мы запустили эту работу. Она идет всем ходом. Дальше хотелось бы поделиться информацией по объектам. Что у нас сегодня происходит в районе? В части строительства объектов, в части проектирования объектов, социальной инфраструктуры Кингисеппского муниципального района. Потому что объекты строятся не только в городе Кингисеппе, они строятся и в сельских поселениях, в центральных усадьбах, и в Ивангороде. Строятся и проектируются объекты социальной спортивной инфраструктуры. Ну, хочется уже окончательно заявить, что мы начинаем аукционную процедуру по строительству общеобразовательной средней школы на 220 мест в деревне Большая Пустомержа. Строительство объекта начнется в 2016 году, естественно, и окончание – декабрь. В планах окончания 2017 год – декабрь. То есть, если все будет идти правильно, хорошо, без сбоев, то под новогоднюю елочку с 2017 на 2018 год дети Бустомержи, учителя и родители получат прекрасный объект. Стоимость объекта 435 с небольшим миллионом рублей. Здесь включается все. Не только строительство школы, но и ее мебель, столовая, оборудование, это благоустройство, это все под ключ. Вы знаете, что мы завершили давно уже проектирование детского сада на 140 мест в поселке Услуга, но, к сожалению, не смогли начать строительство, потому что регион нас поставил очередь на 2017 год. Сейчас мы пытаемся немножко скорректировать этот проект, потому что 140 мест в поселке Услуга – это уже мало, там активно строится жилье, и я буду обращаться к губернатору Ленинградской области с возможностью успеть откорректировать проект в сторону увеличения количества мест для детей в детском саду и успеть пройти дополнительную экспертизу. Для этого у нас тоже, в принципе, вся концепция готова. Одна из приятных новостей. Мы, наконец-то, разобрались с рутиной строительства ФОКа на улице Воровского, сделали корректировку проекта, прошли экспертизу, и скоро будем объявлять торги, это июль месяц, 2016 год, завершение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Воровского. На это у нас уйдет чуть больше 40 миллионов рублей. Деньги также идут в софинансирование. Напомню, данные проекты мы софинансируем 50 на 50 с правительством Ленинградской области. Три спортивные площадки в наших школах, по подобию, как было построено в пятой школе, в гимназии. Мы открывали площадку, вы помните, все. Вот такие три площадки будут построены. Одна по региональной программе за счет средств региона и нашего софинансирования в сумме 11,5 миллионов рублей. Две спортивные, это будет школа номер 4. Две спортивные площадки будут построены по программе «Газпрома». Одна спортивная площадка будет построена в школе номер 3 и одна спортивная площадка в поселке Фолилеево. Сельское поселение Фолилеево тоже будет такая же современная площадка построена. Я напомню кинесецам, что недавно были изменения бюджета в районе и мы внесли уже 50 миллионов рублей на возможность проведения аукционной процедуры по строительству плавательного бассейна в городе Кинесей. Я напомню, что также компания «Еврохим» принимает активное участие и намерена софинансировать строительство плавательного бассейна в размере 200 миллионов рублей. Объект также стоит в программе Министерства спорта, где мы получим, возможно, от 300 до 400 миллионов рублей. И, конечно, сейчас самая важная процедура. Мы ожидаем, что на форуме в пятницу 17 июня губернатор Ленинградской области подпишет с компанией «Еврохим» соглашение о социальном партнерстве, где в том числе будет прописан и наш плавательный бассейн. После того, как это состоится, я намерен просить разрешения губернатора Ленинградской области провести конкурсную процедуру по началу строительства плавательного бассейна пока за счет средств Кингисевского муниципального района. Остальные все источники будут направлены на строительство в 2017 году как деньги «Еврохима», как деньги Министерства спорта и как деньги правительства Ленинградской области. Я напомню, что именно по такой конфигурации мы построили ледовую арену. Именно ледовая арена была построена по инициативе компании «Еврохим» и администрации Кингисевского района такими же источниками финансирования Российская Федерация Министерства спорта, региональный бюджет, бюджет Кингисевского района и пожертвования компании «Еврохим». Это очень важный вопрос, который всерьез задает на повестке дня. В Кингисевском районе в городе Ивангороде ведется строительство уже плавательного бассейна, дорожки по 25 метров, общая сумма чуть-чуть больше 300 миллионов рублей. Объект строится, все в порядке. Теперь региональные объекты на территории Кингисевского муниципального района. Какая у нас есть информация, что строится? Начинается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса за 56 миллионов на нашей территории, территории Кингисевского района в лагере, оздоровительном лагере «Россонь». Завершается строительство, осенью этого года будет введена эксплуатация по нашей просьбе, по нашему настоянию. Завершается строительство ветеринарной инспекции, нового здания ветеринарной инспекции промзона города Кингисеппа, второй проезд. Это современное, очень хорошее, красивое здание, во-первых. Во-вторых, с полным набором всех помещений и современных требований по ветеринарной работе. Я думаю, что кингисевцы это тоже оценят. Мы видим, что прекрасно строится, и в этом году, в третьем квартале будет заодно в эксплуатацию, федеральные объекты, давно у нас на территории федеральные объекты не строились. Это здание новой налоговой инспекции, которое строится на Криковском шоссе. Мы видим, что заряжается проектирование амбулатории в поселке Котельский регион, это региональные, подчеркиваю, программы. Мы видим, что ведется строительство, и в этом году закончится, ФОК Вестина. Мы за счет средств самого Котельского поселения имеем информацию, что ведется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Котельский на центральной усадьбе. И амбулатория Вестина, скоро будет объявлена процедура на строительство этой амбулатории. Проект прошел к экспертизе. В Котельском? В Вестина, Вестина. В Котельском проект у нас только проект, выходит из экспертизы. А в Вестина амбулатория уже имеет фундамент, и сейчас будет объявлена скоро процедура. Ведется документальная работа в правительстве Ленинградской области о продолжении строительства амбулатории в Вестина. Вот у нас и того, региональных и федеральных объектов на данный момент проектируется и строится 7 единиц. Это достаточно приличное количество по сравнению с прошлыми периодами. Есть объектов районного значения, районного масштаба, которые реализуются то ли в сельских поселениях, то ли в городе Ивангороде, то ли в городе Кингисеппе. В этом году опять беспрецедентная сумма. Несмотря на все явления, которые происходят в мировой политике, и, казалось бы, слово «кризис» вроде бы где-то рядом гуляет, но мы в это время живем не хуже, а я бы сказал, даже лучше. Потому что в этом году в Кингисеппе будет освоено почти что 70 миллионов рублей в городе, только в чистоте города Кингисеппа на все виды благоустройств, то, что я вам сейчас пересказал. Например, в прошлом году, позапрошлом году больше 40 миллионов нам не удалось, не удавалось привлечь из бюджета выделить в бюджете города Кингисеппа на такие виды работ. Скажу откровенно, у нас поступили, конечно, непредвиденные, очень хорошие доходы в бюджет города Кингисеппа и также в бюджет Кингисеппского района, который мы, соответственно, и распределяем. То, что я вам говорил, сумма значительно увеличена по разделу образования, это детские сады и школы. То, что поступило в район дополнительное, мы направили на детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. То, что поступили дополнительные доходы в бюджет города Кингисепп, мы направили максимально на благоустройство, на то, чтобы горожане как можно быстрее увидели, почувствовали, что все-таки у нас жизнь меняется к лучшему, и каждый год мы что-то делаем в части благоустройства в рамках возможных финансирований, которые у нас есть. Так вот, раздел номер один из этой суммы почти 70 миллионов рублей, развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении. У меня даже здесь лежит карта, здесь с разными маркерами отмечены, какие дороги уже проторговались. Я введу уже теперь такую карту, как в режиме онлайн, что происходит в городе, какие улицы ремонтируются. Работы будут выделены и 70 миллионов, 36 миллионов рублей, в том числе, я вам перечисляю, какие контракты мы уже заключили. Улица Октябрьская, в границах от улицы Иванова до улицы Жукова. Вы знаете, этот последний участок у нас убитый. Мы проторговались, сумма контракта составила почти 12 миллионов рублей. Подрядчик скоро выйдет на работу. Также приятные новости и для жителей Южного микрорайона. Мы теперь с этого года, помните, я об этом говорил вам в первом квартале этого года, мы начинаем ремонт улиц, дорог, проектирование благоустройства в Южном микрорайоне частного сектора. В этом году это будет улица Героя Графова, улица Таможенная. Здесь мы выполняем работы, контракты уже подписаны. Улица Героя Графова почти что 3 миллиона, улица Таможенная 2,5 миллиона рублей. Также мы сделаем ремонт на улице Вторая линия, ровно 2 миллиона рублей. Немного отремонтируем дороги в промышленных зонах в общей сложности на 3 миллиона рублей. И сейчас готовится к заключению новые контракты. Это первая линия в границах от дома номер 13 по улице Октябрьская до Большой Советской. Здесь у нас получается аукцион будет чуть больше миллиона. Улица Строителей, долгожданный ремонт улицы Строителей. И вот схема мы показаны уже здесь. Почти что 4,5 миллиона рублей. Ну и визитная карточка нашего въезда. Нам надо обязательно сделать в этом году Нарское шоссе от федеральной дороги в перекрестке на Сланцыно-Ивангород. Нам нужно отремонтировать обязательно эту дорогу. С благоустройством мы там построим тротуар, продолжим строить тротуар до перекрестка. И отремонтируем всю эту улицу. Сумма контракта почти что 14 миллионов рублей. Это ожидаемые. Мы сейчас готовимся. Эти документы все готовятся к контракту. Теперь это улицы. Это основные улицы города. Теперь следующий раздел это благоустройство проездов в городе Кингисеппи. Здесь мы достаточно серьезно шагнем. Здесь и благоустройство, и асфальтирование, и мощение. Это проезд у здания «Юность», момент, что я только что вам говорил буквально недавно в части, что мы и внутри ремонт делаем на 9 миллионов, и снаружи благоустройство на больше чем на 7 миллионов рублей. Документация практически вся готова. Скоро будут объявляться конкурсные процедуры. Проезд от улицы Жукова, от дома номер 5 по улице Октябрьская между ДК «Химик» и памятником павшим в локальных войнах, детским городкам. Будут подходы все отремонтированы, будет сделан ремонт этой дороги. Дальше планируется у нас ямочный ремонт. Если жители города Кингисеппи, наверное, обратили внимание, что мы уже, особенно автомобилисты, у нас в городе практически каждый имеет автомобиль, что в принципе ямочный ремонт начал, он идет достаточно хорошо, хорошим качеством, нам нравится, как работает новый подрядчик. И мы планируем продолжить ямочный ремонт. Я думаю, до 10-15 июля мы завершим его полностью. Это улучшит уличную дорожную сеть города Кингисеппи и безопасность, снизит аварийность. Благоустройство дворовых территорий. Здесь адресность очень большая, мы имеем 7 адресов. Устройство гостевых парковок, очень много гостевых парковок. Устройство гостевых парковок, первая линия, дом 14, у детской поликлиники с заездом почти что 900 тысяч рублей. Ремонт дворовой территории многоквартирных домов 7 и 9 по улице Театральная, чуть больше миллиона рублей. Устройство гостевых стоянок по улице Театральная, дом 10, 10А и 10Б, чуть больше 2 миллионов рублей. Устройство гостевых стоянок по улице Железнодорожная, дом 14, 16, больше 2 миллионов рублей. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома номер 19 по улице Воровского, здесь 2 миллиона рублей. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома номер 14 по Криковскому шоссе с устройством гостевой стоянки, чуть более миллиона рублей. И устройство гостевой стоянки по Криковскому шоссе, дом номер 6, здесь почти что 800 тысяч рублей. Что мы проектируем? Мы проектируем, проектно-изыскаческие работы идут у нас в основном под газопроводом в городе Кингисеппель, это улица Воскова, площадь Николаева, Старая Ямбургская, набережная в городе Кингисеппель, это 650 тысяч рублей, микрорайон Новый Лунск, 1 миллион 400 газопровод, микрорайон Левобережье, первый этап, 4 миллиона рублей проектирование, микрорайон Лесобиржа, 2 миллиона рублей проектирование. Поэтому мы полным темпом сейчас развернули проектные работы, чтобы в ближайшие годы полностью газифицировать весь город Кингисеппель, весь частный сектор, где бы не находились эти кварталы, они должны быть газифицированы. Гаражи находятся уже, в наследство перешли каким-то образом, где стоят просто холодильники или лыжи, коляски и все остальное, эти гаражи в ближайшем будущем все будут в городе Кингисеппель сняты с места, скажем так. На это есть абсолютно понятная юридическая база, наше российское законодательство. Суды были? Вопрос сразу. Нет. Вы в судах не были? Нет, в судах мы еще нигде не были, мы к этой работе только преступники. Если, естественно, будут суды, мы будем их в судах. Просто мы призываем кингисеппель, во-первых, поддержать эту инициативу, эти места освободятся под благоустройство, под скамеечки, под какие-то детские городки, под что-то еще. В общем-то это расширит возможность парковок и что-то, но не будет касаться одного какого-то человека, который не имеет на это права. Я очень хочу подчеркнуть, кто имеет право, тот и остается. Кто не имеет права юридически, тем эти гаражи не будут. То есть 40 лет назад разрешение давали именно инвалидам? Конечно. То есть сейчас уже иных уж нет от Едаревича, практически ни один гараж сейчас не используется тем человеком, которому мы выдавали. Есть несколько гаражей, подчеркиваю, несколько гаражей в городе, когда люди, к сожалению, люди ушли из жизни. Люди и все. Тогда в советское время у нас было мало транспорта, у нас не было вот этого вот коллапса, то, что всегда происходит у нас на улицах, на парковках, во дворах. Ведь мы это все переживаем, мы все вместе с этим живем коллапсом. То есть основная часть гаражей перепродана просто людям, которые не имеют права. Перепродана или осталось наследство своим детям, там еще кому-то. Соответственно, да, как-то переуступлено, может быть, я не могу перепродать. Но вы доволен только инвалидам. Раньше категория, да. Если подходит категория, да. То есть раньше было определено, там несколько было номинаций, скажем так, да. Вот здесь я прошу понимания. Вот если даже сейчас кто-то слышит в камеру о том, что один из кингисепсов, кто, да, имеет этот гараж, но не имеет его права использовать по статусу, прошу просто понять и простить. Останавливаясь на городе Кингисеппе, я хотел бы обратиться к кингисеппцам с просьбой. Ну, я немножко сначала дам информацию, что, напомню ее, многие о ней слышали, мы много раз в прессе отражались, компания Еврахим по своей инициативе разрабатывает новый мастер-план города Кингисеппе. Сейчас мы заходим уже в очередную фазу разработки этого мастер-плана. Этот мастер-план разрабатывается, чтобы Кингисепп, во-первых, в будущем имел современный облик, учитывалось все, что необходимо для комфортного, безопасного проживания горожан, чтобы это были и зоны отдыха, и спортивные зоны, и образовательные учреждения, и много-много других социальных объектов, что крайне необходимо сегодня человеку для его воспитания, развития, поддержания здоровья в том числе. Поэтому Еврахим уделил большое внимание этому развитию. Мы согласовали все наши пошаговые мероприятия и входим сейчас в фазу опросов наших граждан. Будет сделан, скажем так, социальный опрос. Он коснется всех кварталов города Кингисеппе. В каждом квартале будет сделан опрос граждан. И здесь есть некое, может быть, неудобство, но я бы хотел кингисеппцев призвать и обратиться с просьбой, чтобы на просьбу ответить на анкетирование. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, примите на это участие. Анкетирование будет занимать немало времени, от 20 до 30 минут. Но в вопросах, которые будут адресованы нашим кингисеппцам, будут учтены все, что я сейчас говорил. Каждый гражданин имеет право высказаться, что ему не хватает в городе Кингисеппе, и что бы он хотел видеть в городе Кингисеппе. Или что его не устраивает, как выполнено в городе Кингисеппе. Благоустройство, объекты и так далее и тому подобное. Это все будет учитываться данным институтом в составлении мастер-плана и в будущем учитываться в реализации строительства новых объектов или реконструкции, или ремонтов, что будет обязательно делаться. Как, например, я просто сейчас в сторону опять уйду. Мы уже приступаем, и на следующий год, скорее всего, войдем в программу капитальной ремонты школ. Потому что объекты по 30, по 40, по 50 лет, и первая школа на капремонт, мы заявляем школу в Ивангороде, будем ставить одну школу на капитальный ремонт, и так дальше, в том числе и в городе Кингисеппе. И также капитальные ремонты когда-то коснутся детских садов, других образовательных учреждений, спортивных учреждений, где мы должны учитывать все пожелания наших граждан. Вот это по Кингисеппу. Поэтому у меня просьба активно участвовать в этих мероприятиях. Мы понимаем, что еще немного автобусный парк Кингисеппского района не срабатывает на все сто. Есть срывы, 2, 3, 5, до 6 срывов в день рейсов, есть еще на самом деле. Это все связано только с двумя факторами. Нехватки водительского состава и нехватки подвижного состава. Мы видим уже и застимулировали эту ситуацию, что наши партнеры покупают новые автобусы. Три автобуса вот уже скоро приходят, три автобуса еще покупаются, и дальше там лизинг и все остальное. То есть, чтобы население Кингисеппского района, города Кингисеппо понимали, что ситуация полностью под контролем в части автобусного парка. понимаем проблему, понимаем, что надо ее решать, и мы ее решаем.